Битва за выживание. Телеоператор Анатолий Мартыненко, который потерял здоровье, снимая аварию на ЧАЭС, вынужден отстаивать свою чернобыльскую пенсию в судах. Причем судьи уже дважды принимали его сторону, но выплат как не было, так и нет. Ситуацией разбирались наши корреспонденты. В 86-м эти кадры горящего ядерного реактора Чернобыльской АЭС облетели весь мир. Их снимал телеоператор Анатолий Мартыненко. Тогда 25-летнего парня без обсуждения отправили работать в чернобыльскую зону. А сегодня мужчина в судах должен отстаивать свое право на чернобыльскую пенсию. Для меня это очень тяжело, потому что я прохожу еще программный гемодиализм. Это своего рода постоянная химиотерапия и идет большая разбалансировка организма. И мне очень тяжело собраться и прийти. Мартыненко уже третий год судится с пенсионным фондом, который вопреки закону не соглашается выплатить положенное ему обеспечение. Эти деньги, это я просто продолжал бы жить, потому что мне нужно покупать недешевые медицинские препараты, которые очень эффективны для меня. А без них я просто медленно умираю. Они не хотят платить, потому что если они мне заплатят, то будет и другие чернобыльцы поднимут бучу. Но я не знаю, чем это закончится. Он беспредел какой-то в государстве. Сегодня Анатолий Мартыненко инвалид первой группы. Сначала врачи обнаружили сахарный диабет, потом отказали почки. И сейчас он три раза в неделю проходит мучительную процедуру гемодиализа. Нужно покупать дорогостоящие препараты. Тем временем задолженность пенсионного фонда перед ним превысила 200 тысяч гривен. Решениям суду, про який идёт мова, заборгованность мала быть нарахована с 1 сечня 2016 года. Было проведено перерахунок, но сумма недоплаты не была. Пенсийный фонд отвечает, что это должна быть дополнительная дотация с государственного бюджета Украины, именно адресная или на прозвище особи. Это злостное затягивание процесса, считает адвокат. Год назад суд признал за инвалидом право на чернобыльскую пенсию, равную 10 минимальным. В ответ пенсионный фонд подал апелляцию. Однако апелляционный суд оставил в силе решение Голосеевского суда. Это уголовная статья 382, статья часть 1. Умышленное, не выплачивание финансов по судебным решениям. В суде юрист пенсионного фонда объясняет, эту пенсию должны выплачивать за счёт бюджета. При этом в Минфин юристы пенсионного фонда даже не обращались. Заседание вновь переносит на полтора месяца. Идти чернобыльцу некуда. Он подозревает, чиновники ждут, когда он уже просто не сможет бороться за свои права. Александр Просяник, Наталья Шумакова, Лина Зеленская, Алексей Шматов. Подробности телеканалы.